Здравствуйте, Андрей Сурганов, Центр детско-юношеского технического творчества информационных технологий. Я продолжу тему, которую начал Антон Уймен, продолжили коллеги из ВОЛК-ГМУ. Собственно, я обучаю детей системному администрированию. И действительно возникла проблема, когда нужно предоставить детям много прав, чтобы можно было развалить все, что есть, и чтобы нам за это ничего не было. Были рассмотрены множество различных решений, в частности ВМВ и ESXi, Proxmox, но ничего хорошего не вышло. Но в итоге был обнаружен проект, который называется Nova NC, и он меня спас, и я на нем создал виртуальную лабораторию. В итоге что у нас получается? У нас есть сервер, на котором работает все. Клиенты, неважно они, из интернета или из локальной сети, им нужен просто браузер с поддержкой JavaScript. Но в общем-то это даже не требование. Как это все работает для пользователя? Пользователь в браузере авторизовывается на сайте и получает вот такую вот картиночку. Это как частный пример. Показывайте, пожалуйста, курсором, чтобы на трансляции тоже было видно. Хорошо, спасибо. Как частный пример. Например, есть рабочие станции у человека, пара роутеров, и это его сетка, с которой он может делать что угодно. Есть инфраструктурный сервер и дальше выход куда-то в интернет. Ну и задание, что можно с этим сделать. Вот здесь снизу микропанелька управления. Здесь человек может выбрать устройство, с которым он хочет работать. Что он может сделать с этим устройством? Включить, выключить, перезагрузить, подключить к нему флешку, ну тоже виртуальную флешку. И сбросить к начальному состоянию, то есть к тому состоянию, в котором ему досталась система. Если для пользователя это выглядит достаточно тривиально, то на самом деле немножечко все посложнее. Пользователь у нас подключается к серверу, который у нас веб-сервер под управлением Nginx. И взаимодействует со скриптами, которые написаны на PHP. И дальше вот здесь вот эта панелька, которую человечек здесь рассматривает. Вот эту панельку он видит как раз вот с этого сервера. Но когда нужно подключиться, человек вот с этого сервера подключается к серверу виртуализации. Вот здесь у нас как раз поднята KVM, KEMU и сервис NoVNC. И на самом деле вот опять же вопрос, не тормозит ли VNC. VNC может тормозить только вот на вот этом участке, который вот в локальной сети. А иногда вот как у коллег из Волгограда, у них, я так понимаю, оно вообще на одной машинке. То есть VNC работает в пределах локал хоста. Вот. Собственно, да, здесь у нас огромная куча машинок, которые включаются вот отсюда. И у каждой открыт NoVNC порт. Frontend знает, какая машинка на каком порту работает и подключается. Для администратора. Значит, когда администратору нужно настроить, в частности я использую виртменеджер, подключаюсь к серверу виртуализации и создаю эталонные конфигурации. Ну, например, я создал сетку, там из пяти компьютеров, допустим, объединил их в сеть. И дальше у меня есть набор скриптов, которые корректно берут эти машинки и клонируют. Они клонируют сами машинки, они клонируют сети, которые соединяют эти машинки, проверяют уникальность MAC адресов. Что же еще делают? Да, создают сети, соблюдают шаблоны имена. Соответственно, вся инфраструктура выглядит достаточно плоско. То есть, если мы посмотрим, вот, например, коллеги предлагали вложенную виртуализацию, когда есть сервер виртуализации, а в нем куча других серверов виртуализации. Схема, она более понятна для человека, но не очень удобно работать, на мой взгляд. Я пошел другим путем. Здесь плоская конфигурация, то есть здесь миллиард и маленькая тележка виртуальных машинок. Конечно, в этом черт ногу сломит. Коллеги могут со мной поспорить по поводу того, что лучше вложенная или плоская инфраструктура. Но, тем не менее, по неким шаблонам у меня создаются относительно человека понятные имена, по которым я могу понять, какие машинки к какому стенду относятся. Опять же, ничего у меня само не запускается, поэтому приходится генерировать еще дополнительно скрипты запуска всего этого. Потому что чем меньше одновременно виртуальных машин работает, тем лучше. Соответственно, только после того, как человек сел за свой компьютер, нажал кнопочку «Включить компьютер», сервер виртуализации получил команду, после этого он только начинает включать весь этот стенд, в том числе дополнительно создавать флешки, например, если нужно. Опять же, для каждого клиента, то есть для каждого стенда, вот этот виртуальный стенд, это по сути получается как некий поддомен. То есть каждому клиенту выдается поддомен, логин, пароль, и человек туда логинится. Соответственно, приходится еще создавать конфигурационные файлы Nginx, чтобы тоже их автоматически подкладывать на веб-сервер, чтобы он узнал, что появился такой-то стенд, ну и что его можно использовать. Опять же, для однотипных стендов, ну вот, допустим, проводятся соревнования, и создается там полсотни однотипных стендов. Для них используется единая домашняя страничка, которая отображается на веб-сервере. И дальше веб-сервер, основываясь на имени домена, уже понимает, с каким именно стендом идет работа, и, соответственно, вот этому партингу и взаимодействует с сервером виртуализации. Что еще? Ну, вручную приходится создавать картиночку, вот эту вот, которую видит человек, то есть это не генерируется автоматически, это рисуется в Инкскейпе. Вот. И, по сути, создание еще SSL-сертификатов, чтобы все это работало быстро, ну или автоматом надо все это настроить. Ну, как-то так. Спасибо. Если интересно, я уже логинился, могу в течение минуты-двух показать. Покажите. Показывайте, да, показывайте. Времени достаточно сейчас. Вопросы кто-то создаст, положите микрофон, пока может кто-то соберется мыслями. Потому что, я так понимаю, у вас есть готовые развернутые стенды. Кактукс, да, видимо. Кактукс, да, это название соревнований, которые проводятся. Вот, я уже сюда заходил. Ну, в частности, например, вот у меня есть роутер. Выбираю роутер, выбираю включить его. Поехали. Все, он включается сейчас. Давайте посмотрим, как это происходит. Нет, не происходит. Эффект демонстрации никогда не подводит. Отлично. А вот эти картиночки прямо зелененькие рисуются, да? Лампочки, они загораются? Нет, лампочки я просто туда залил зеленым цветом. Что-то пошло не так, извините. Всегда что-то пойдет не так. Утром работало. Ну, по крайней мере, все видят с трудом кактукс, ру, лап. То есть все могут, наверное, сейчас что-то как-то заходить. Если еще пароль свой скажете, все там поиграются. На самом деле, всем желающим, да, я там картиночку покажу, как со мной связаться. И, да, действительно, выдам логин, пароль потыкать. Вот. И тогда я вернусь к презентации. Здесь мои контакты. Вот, проект я выложил на гид. Так что можно брать, пользоваться. Там у меня много скриптов, документация, очень много комментариев, очень подробных комментариев, причем на русском языке. Ну, не все на русском языке, потому что… Код на английском все-таки, да? Код на английском, да, да. Вот, но когда начинал, все комментировал на английском, я с 22-го года подумал, что… Все. Делаем на русском. Вот, поэтому… Не забудьте перевести плохой ГТВ и плохой сообщение. Поэтому, как бы, вхождение, чтобы вот это взять и начать использовать, будет достаточно просто, потому что я очень старался, очень много комментариев писал, поэтому берите, используйте, я открыт, вот, и готов ответить на вопросы. Так, вопрос созрели? Если есть вопросы, лучше с первого вопроса. Да, 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 слышно. Андрей, спасибо за доклад и вообще за вашу работу. Скажите, вы одиночку поддерживаете или кто-то из ребят уже присоединился к проекту, ну, вот из воспитанников? Воспитанник присоединяется. Значит, часть взаимодействия между серверами, она написана на одном колене на баше, вот, и сейчас все это ученик переписывает на питоне, чтобы это было красиво. Вот, да, и, кстати, я почему-то забыл сказать, что огромную поддержку мне оказала компания Bazalt SPO. Она компания мне выделила жесткие диски, и теперь работает сервер, на котором участвуют в соревнованиях, ну, вся Россия участвует в этих соревнованиях. Спасибо. То есть в следующем году, может быть, увидим вас в более представительной компании с воспитанниками, с ребятами. Может быть, посмотрим, да. Все, приглашаем их тогда. Спасибо. Андрей, спасибо за труды. Хотел бы такое предложить. Вот вы когда сказали, что вот пользователь жмет кнопочку, и там все начинает запускаться, бывает такой подход, ну, по крайней мере, в теории решения изобретательской задачи, обозначен, как сделать заранее, когда есть дежурная виртуалка, которая уже запущена, и при нажатии кнопочки деконфигурируется по необходимости под заданного пользователя и отдается ему. То есть понятное дело, что в случае более нагруженных систем уже надо держать не одну дежурную, а группу, вот, то есть усложняется логика, но в случае, скажем так, разумных нагрузок может иметь смысл этот подход взять на вооружение хотя бы с одной дежуркой. Значит, опять же, начиная с 22 года. Дети-то просто нетерпеливые, сами знаете. Начиная с 22 года, я изменил концепцию соревнований, и соревнования состоят в том, что есть там какое-то количество компьютеров, они работают под управлением Microsoft Windows, вот, и задача при ограниченных ресурсах настроить роутеры, да, с этого, с сервера скачать образ Linux, на компьютере записать флешку, перезагрузиться, подключить эту флешку, загрузиться с флешки, установить Linux, перетащить все, что до этого было, все документы, все картиночки. Вот, то есть процесс именно включения, он просто обязателен, чтобы попадать в BIOS, чтобы можно было попасть в флешку, чтобы с нее можно было… Вот, все, тогда понятно. Тут прямо вот напрашивается тогда, как это… XBIO на максималках, да? Да. Спасибо. Андрей тоже хотел спросить, это же дети, с какого возраста они начинаются у вас? То есть насколько маленькие в этот… Ну и тут уже по поводу, что вы делаете конкретно, я уже понял, то есть мало ли, может у этих детей там такие кейсы из серии, там, не знаю, там, взломать петагогон, там, не знаю, за какое-то время короткое. Я так понимаю, что у них, например, конкурс начинается с того, что там Proxy, Bad Gateway, но они должны все равно пройти, взломать, скопчезо-флаг, снести Windows, поставить Linux, вот такие вот питомцы. Детей я начинаю учить с 11 лет, но в этом возрасте мы работаем в клавиатурном тренажере, вот, потому что старше, там уже с 12-13 лет, когда начинается работа в консоли, здесь даже очень талантливые ребята, у которых глаза светятся, но они когда печатают методом орла стервятника, там, кружат над клавиатурой, нашли, так, бэм, попали, да, опять кружат. И вот только за счет этого дети, они отстают от всех остальных, будьте они трижды талантливые, пусть у них будет все здорово, но вот из-за такой вот, казалось бы, мелочи просто ребята не успевают. Поэтому вот, да, с 11 лет это как раз тот возраст, когда можно научиться печатать на клавиатуре, а дальше уже потихонечку, там, начинаем работать в консоли и так далее. Так, можно спрашивать, да? Обратил внимание на адрес вашего гид-репозитория, гид.org.ru, у нас еще один есть неназванный такой гид-сервер, на котором можно, наверное, хостить. Может прокомментируете, как вы получили доступ, это какой ресурс, вообще, почему вы его выбрали? Ну, опять же, не хотелось публиковаться на басурманском сервере, вот, поэтому Сбербанк там потребовал какой-то Сбер-айди, плюнул, нашел вот этот гид-репозитор.ru и туда все перетащил. Да, лишь бы на басурманске не ходить, а потом раз, безопасный счет и вот это все, да? Вот поэтому, ну, скажем так, из-за простоты я туда и переехал, оказалось все просто, вот и все. Так, ну, есть ли еще вопросы, а то газеты напишут, что на IT-конференциях обсуждают, когда начинаются дети. Стас, может быть, ты помнишь нашу конференцию? Так вот, там один год в заголовке сайта висела конференция разработчиков пользователей свободных программ. Извините, мы уже на время следующего доклада заехали. Да, да, давайте аплодисменты. Спасибо большое. Сергей, у нас пропущен один доклад, еще. Докладчик как и не появился, да? Да, поэтому время еще есть. Если хочется, тогда я готов. Да, мне просто небольшой комментарий, действительно, Андрей такой достаточно активный, инициативный педагог. Вот, наверное, ну, с нашей позиции, как компании, мы, наверное, один из самых активных, который занимается доп. образованием школьников, при этом активно взаимодействует с компаниями-вендорами, разработчиками, в том числе операционных систем. Вот, и участвует, поддерживает вот мероприятие, сам являясь и организатором, и исполнителем, и инициатором, и идейным вдохновителем. Поэтому вот просто от компании «Базальцепо» большое спасибо за ваш вклад в развитие подрастающего поколения. Спасибо. Еще вопросы, комментарии? Ну, давайте, время есть, давайте. Вдруг кому пригодится по теме, как это, что деток запускают винду потрошить. На альтовой вики есть небольшая страника по адресу altlinux.org, касая migration. Там собраны шишки примерно 20-летней давности, но, в общем-то, я, когда изредка набегаю ее поправить, ну, точнее, кому-нибудь дать, перечитываю, покажу, что поправить. Если у кого найдутся, там, комментарии, предложения, замечания, пожалуйста, присылайте. Из того, что там описано, при миграции оказываются существеннейшими факторами часто пренебрегаемые пилотный проект, то есть не надо тиражировать проблемы сразу в н-кратном объеме. Лучше сделать один стендик на каждый вариант, оттоптать его с теми людьми, у которых, ну, в идеале глаза горят, не в идеале просто тщательными усидчивыми, которые, так сказать, не склонны вдаваться в панику, и затем только тиражировать, чтобы не бороться с тараканами и не устраивать зоопарк обходов проблем, которые можно было, ну, собственно, в тиражном виде уже решить. Далее, из неожиданного оказалось, что при смене, в том числе программ, люди нередко паникуют из-за того, что вот они привыкли, особенно старшее поколение, и проблема не в том, что работает, не работает, а в том, что кнопочка не того цвета, буквально. И оказалось, что первые две недели, вот потом уже у психологов вычитали, что две-три недели минимальное время смены привычек, надо просто терпеливо пастись рядом, чтобы хоть кто-то был, если не из твоих сотрудников, то из тех, кто уже участвовал в пилоте и пообтерся, и может сам подсказать, с тем, чтобы люди вот в этом даже близком к панике или совсем паническом состоянии могли получить, собственно, помощь. Они оставались в ступоре, я ничего не могу сделать, я там напишу на увольнение, верните мне все, как было. Причем этот эффект наблюдался, как мне в одном из случаев рассказали местные СС-админы, и с переходами, например, между заметно изменившимися версиями того же MS-офиса. То есть это не только Linux-специфичное. И также мы в том случае наиболее удачным, крупномасштабным обустроили так, что сперва где-то полгода прорабатывали пилотные проекты и случаи их использования, и решали проблемы, вопросы, выявившиеся на раннем этапе. А затем, примерно ближе к концу этого всего хозяйства, мы начали вместе с СС-админами клиента сперва заменять прикладные программы на винде на те, которые у них будут на Linux. То есть люди начали потихонечку привыкать к тому, что у них там не и E6, ну это было 20 лет назад, напомню, а Firefox, что у них будет OpenOffice, а не MS-Office. Миша, комментарий, это все-таки не доклад, да? Ой, прошу прощения. Короче говоря... Ветхий завет какой-то уже пошел, да? Да. Говорят про две недели и про пилотный проект прошу услышать. Может быть кому-то еще это прям вот сильно волосы побережет. Хорошо, спасибо большое докладчику. Спасибо. Так, ну тогда мы переходим...